Ребята увидели вживую бронированный автомобиль «Горец». Он заинтересовал их не только внешним видом, но и своим наполнением. Не менее захватывающим было и знакомство с экипировкой работников силовых структур и их оружием. Снайперское оружие представлено винтовкой СВ-98 для работы на больших дальностях. На более ближних дистанциях можно использовать ВСС, снайперскую винтовку также. Оснащенную прицелом четырехкратным ПСО. Праздник приурочили сразу к двум знаменательным датам. 98-летию со дня образования общества «Динамо» и 90-летию комплекса «ГТО». Его цель – приобщить мальчишек и девчонок к спорту, сориентировать их для поступления в учебные заведения силовых структур. Имея уже большой опыт отбора юношей и девушек для поступления в такие учебные заведения, зачастую сталкиваемся с тем, что такие подростки и девушки не в состоянии сдать требования, касающиеся физической формы. Поэтому в процессе проведения таких мероприятий мы рассказываем им, что им предстоит в случае такого выбора. Говорим о том, что наряду с высокими баллами, которые они получат в рамках сдачи ЕГЭ, необходимо все это время свою физическую форму также совершенствовать. После пришло время и пострелять. Только не из боевого, а пневматического спортивного оружия. Расстояние до мишени 10 метров довольно большое, но ребята делали успехи. Школьница Анастасия попала в мишень 7 раз. Две пули прилетели в самый центр. Говорит, обращаться с оружием ее научил папа – росгвардеец. Я раньше уже была знакома с таким видом оружия. Один как-то раз стреляла, когда мы выезжали на природу. Мне очень помогал во всем мой папа. Он давал мне свои наставления. Раз праздник приурочили к юбилею ГТО, ребятам предложили сдать норматив по пулевой стрельбе из электронного оружия. Первые три выстрела считались пробными, следующие пять – контрольными. Электронное оружие полностью имитирует процесс выстрела. Оно идентично пневматической винтовке по весу, балансировке и даже по работе ударно-спускового механизма. Только пуль здесь нет. Специальная мишень реагирует на виртуальные пробоины, а датчик передает результаты на компьютер. Им, конечно, придется выполнить и другие нормативы, не только стрельбу. Но по итогам сегодняшних соревнований, действительно, те ребята, которым удастся выполнить на уровень знака, эти результаты пойдут им в зачет для получения знака ГТО в дальнейшем. Пострелять решили и те, кто уже является счастливым обладателем значка. Илья Анохин имеет золотой парень, занимается биатлоном, так что с меткостью у него все в порядке. Электронное оружие в первый раз держу, но в принципе оно ничем не отличается. Все такая же работа проходит с ним. Безусловно, и азарт, и удовольствие получаю огромное. Возможно, выстрелить в десятку получилось не у всех, зато эмоции, которые запомнятся надолго, а также памятные подарки получил каждый. Мария Шумейкина, Олег Осипов, Ольга Кириллова, Область новостей.